Всем привет! Как обмануть расходомер воздуха? Можно ли сделать так, чтобы он показывал больше, чем показывает сейчас? То есть, как правило, расходомеры, когда они исправны, они показания занижают. Можно, но опять же, не во всех случаях. То есть, если расходомер показывает хотя бы там 700-750, то в принципе можно сделать так, чтобы он показывал 700-900. Если он неисправен или показывает вообще там 200-300-400, не больше, я думаю, что этот способ не подойдет. Так как же его можно обмануть? Для того, чтобы обмануть расходомер, нам потребуется колечко. Вот такое колечко. Либо из картона можно вырезать. Я вырезал из пластиковой банки плотной. Для того, чтобы колечко нам не смогло ничего повредить, особенно турбину. Ширина колечка около 1 см. В чем суть? Расходомер. Воздух, который проходит через расходомер, проходит по всему объему расходомера. А сам элемент, который измеряет количество воздуха, расположен не по всему объему, а по центру расходомера. То есть, эти волосинки и пластинки, они расположены прямо по центру расходомера. А воздух идет по всему объему. Рабочий элемент расходомера настроен таким образом, чтобы находясь внутри, измерять количество воздуха, которое проходит через весь объем Но при этом он по факту измеряет небольшое количество воздуха, которое проходит именно через сам рабочий элемент Что мы можем сделать? Если мы возьмем колечко и прикрепим его на расходомер, то через центр расходомера воздуха будет проходить больше И соответственно рабочий элемент будет думать, что воздуха у нас идет больше А шириной данного кольца мы можем изменять количество воздуха, которое будет проходить через центр расходомера, то есть через сам рабочий элемент расходомера Чем ширина кольца будет меньше, тем воздуха будет проходить меньше Чем ширина кольца будет больше, тем воздуха через центр расходомера будет проходить больше Малярным скотчем закрепил кольцо В принципе, может даже без кольца, только лишь самим скотчем можно по идее регулировать проходное сечение через расходомер Ну, главное, чтобы скотч был хороший и чтобы он потом не попал нам в турбинку Ставим на машину Откручиваем винты, извлекаем расходомер и ставим наш с обманкой Соответственно, эту обманку ставим вперед к воздушному фильтру Все, и зажимаем Проехался, снял логи с кольцом и без кольца И сейчас смотрим сначала лог без кольца Так, первое, что смотрим, холостой ход Вот холостой ход у нас Линия, которая отвечает за расходомер воздуха 286 воздуха Конечно, видно, что расходомер вообще очень плохой Вот, 286 А линия, вот она сейчас выделена Вот, то есть на холостом ходу должно быть порядка 400-420, если игр заглушен Здесь игр заглушен, должно быть 400 Условно Вот, тут 286 Хорошо, разгоняемся Вот, жмем педаль акселератора И смотрим, как у нас воздух поднимается Плавно, 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 плавно Воздух растет, 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 растет Но в максимальное значение всего лишь достигает 604 воздуха Это вообще очень мало И, соответственно, видим, что пропорционально воздух у нас идет топливо Топливо максимум всего лишь 32 И видим, какой у нас разгон То есть, вот эта вот линия Это надув, который должен быть А это надув фактически Такой пологий рост означает то, что разгон очень плохой Машина реально очень долго разгоняется А вот эта вот линия Она, которая сейчас моргает Она показывает обороты То есть, с какой динамикой у нас поднимается оборот на разгоне Это третья передача И видно, что она, ну, вообще разгоняться она не может Она очень долго, очень медленно разгоняется Почему? Потому что воздуха нету 604 всего лишь И, соответственно, топливо 32 То есть, не то, не то Расходомер очень плохой Смотрим, что у нас получилось с кольцом Поставил кольцо И видим совсем другую картину Холостой ход На холостом ходу у нас уже воздуха стало 357 Конечно, это не 420 Но это гораздо больше Вот, смотрим разгон И видим, что разгон уже гораздо лучше Воздуха в максимуме у нас стало 840 Уже неплохо То есть, было 600, стало 840 Но это много И топливо уже стало 43 То есть, вот на этом расходомере с кольцом То есть, тот же самый расходомер неисправный Поставил колечко И видно, что машина поехала гораздо лучше Конечно, она стала разгоняться Где-то вот с этой точки Где-то после 2000 Более-менее еще нормально Но все равно по сравнению с тем, что было без кольца И с тем, что с кольцом То это, ну, вообще не сравнить А сам удивлен, что такой расходомер Который на холостом показывал 286 Поставил кольцо И машина совсем другая стала Конечно, это не идеально Говорю, надо поставить нормальный расходомер И тогда можно будет уже смотреть Но, тем не менее То есть, из ничего Получилась конфетка Благодаря всего лишь Кусочку пластика Или кусочку картонки Вот, друзья То есть, ну, способ такой есть Надо смотреть на дымность По количеству дыма Можно регулировать ширину колечка Ну, а вообще, лучше купить Либо новый расходомер Либо переделать на Hitachi Всем спасибо и удачи!